Помните, мы как-то снимали обзор про Мазду 6 и вы писали в комментариях, зачем напротив толкана встали вроде. Смотрите, толкан сожгли, дым я не знаю, может быть там сейчас мусор сжигает, но в общем толчка уже нет и все, забрили его. Хэштег автозвук болезни В инстаграм, там либо вконтакте очень часто зависает, можете найти очень прикольных тачек именно по этому хэштегу. Похоже, мам, я не туда полез, автозвук это болезнь, я бы собрался и уехал в лес, но меня не отпускает, хочу больше рез. Ребят, всем привет! Сегодня я хочу сделать экспериментальное видео. Суть видео будет в следующем. Я сравню легендарные динамики Pride Solo 2 версии, это 20-ки, и Pride Diamond 20-ки. Кто помнит, кто следит и кто подписан на наш канал, в курсе, что я себе до Нового года поставил Pride Diamond 8. Я с ним проездил какое-то время, съездил однажды с ними на соревнования, похоронил их, затем я их потом отреконил и твердо принял решение, что я поставлю себе Solo 2 версии, Solo 8. Ну, честно скажу, когда я поставил Solo 8, ну, немножко зачаровался. Звук у них, он на слух громче, но играют они хуже. Они, звук у них плоский, какой-то монотонный, ну, мне не очень они понравились. Diamond'ы играют, на мой взгляд, играют сочнее, играют живее. Они лучше панчат. И, кстати, на датчике, когда я дома пристрелил машину к соревнованиям, Diamond показывал почему-то результат более высокий. Сегодня что я хочу сделать? Выкрутить Solo, потому что я с ними ездил где-то месяц, вкрутить Diamond'ы, которые я забрал отреконенные, сравнить их, сделать сравнительную прослушку на одном и том же треке. Кстати, трек, который я буду включать на прослушке, я где-то видел в истории или в прямом эфире у Виталика Деда Витоса. И я его буду использовать. Это трек-фантазер, он такой позитивный и, ну, на мой взгляд, интересно он играет. Затем я устрою настоящую битву фронтов. Я подключу датчик из перелапной с метр, но с метр про у нас. И прям лоб в лоб сравню, то есть на одном и том же треке, какие динамики громче. Постарайтесь досмотреть это видео до конца. Я думаю, для себя вы откроете много нового, так же, как и я. Потому что я сам не знаю, что из них будет лучше. Мой лучший партий, ты давала всем эфору. Я сразу подошел к тебе, похожий на актера. Как дела? И наши мысли были об одном. Ты сказала, я хочу, чтоб ты снимал меня в кино. Фантазер, ты меня развивала. Фантазер, а мы с тобой уникали. И я сказал, давай сначала. Давай сначала, давай сначала. Ты муха жми. Давай сначала, давай сначала. Ты муха жми. И на с тобой поезд домой двухместный белый велик. И с каждым дублем я в твою игру все больше верил. Ты сменял роли, но каждый раз я придумывал еще. Все, кто с нами в доме сегодня ночью, ловите бодрячо. Фантазер, ты меня развивала. Фантазер, а мы с тобой уникали. Фантазер, а мы с тобой что-то уникали. И на с тобой что-то уникали. И на с тобой что-то уникали. Ты муха жми. original mix то есть даже на официальном сайте rbr он есть в разрешенных треках то есть ну на мой взгляд это один из самых громких треков на сегодняшний день так сейчас я просто отмотаю там определенные пока мотается давай что было все честно на мтшный до настройки сделаем так а здесь до полутора килогерц да не так я захожу программу вот новая лига это испель турнамент так я выбираю лигу mt так и спель так шоу фронт давай без ограничений так минимальная частота 80 максимальной полторы тысячи так одна шестая так на все погнали на просто понять что как громкость громкость я ставлю максимальную моем громкость 21 максимальный двигатель заведем санины воняет есть немножко привычные дела вот ситуация какая в моем случае на три пары двадцаток стоит усилитель 1500.2 то есть скоммутированы в 1 33 получается что ну порядка киловатта киловатта 200 летит грязью в одну дверь я могу привести живой пример у меня товарищ на три пары даймондов вешает 7 800 апокалипсис я вам так скажу темы вы море в хаммере стоите 800 на каждый сапс 4 катушка это на 3 легких динамика с легкой подвижной системой он отмерил 900 ватт чистой мощности то есть по сути в динамик летит две с половиной мощности да как запасом но нужно понимать что если после замера динамики остаются живы это но хорошо резюме какое если вы готовите машину соревнованиям по фронту можете спокойно относиться если у вас легла вся дверь ну будьте готовы там купить ремкомплекты поставить их заново на динамике и опять выезжать в бой так у нас даймонда на замере как раз центра вшивки сейчас я значит возьму датчик из пельной с метр про и замерю уровень звукового давления которая то есть три пары соло и две парой этим sound так по настройкам ваня у меня вот есть настройка она называется номер шесть что в ней есть у нее короче отключен x over от двух с половиной килогерц играют драйвера во всю полосу до двадцати и от 140 герц четвертым порядком играют прайда то по моему 7 до до 7 и один килогерц вторым порядком давай сделаем до 8 сохраняю сабвуфера там нету и баланс переведу на левую дверь потому что правый не плюсует в моем случае я пробовал я небольшую поправку ввиду то есть не из пель шоу фронт без ограничения просто из пели из пель шоу потому что фронт без ограничений там 60 секунд замер идет а 105 96 а у тех было 106 ну я так скажу поскольку динамики новенькие и вообще вот грубо говоря сколько они полторы минуты отыграли на прослушке они не размяты ничего но старт был 107 плюс а у тех было 106 9 по моему то есть разница в цифрах как вы понимаете нет вообще никакой то есть я оставляю даймода однозначно ты как больше любишь называть скотч или липкой лента помнишь каком фильме было там я ненавижу придурков который называет скотч липкой лентой нормальный фиксатор ребят ну что ж в ходе прослушки и не знаю видео передаст это или нет но на мой взгляд даймонда играют лучше они играют сочнее они играют более живой более натурально у них более ярко выражен панч не знаю как высоко не забираются или нет обрезал я где-то на 7 или 8 килогерс 71 по моему до вторым порядком 88 килогерс вторым порядком но мне играют драйвера очень низко и следовательно не надо их так высоко задирать лично себе я ставлю даймонда я буду с ними кататься после недолгих экспериментов с этим динамиком все шесть динамиков которые у меня стоят в дверках я их все жжёг одни щелкали другие вине играли 3 хрюкали в общем я их отреконил благодаря тому что у компании pride есть подменный фонд либо ну так скажем опции трейды сдал старые динамики доплатил определенную сумму получил новые очень удобно то есть за это я не очкую и поэтому ну я должен знать эти динамики на максимуме плюсом ко всему даймонда стоит в розницу 6990 рублей а соло стоит на 3000 дороже то есть почти 10 тысяч рублей я свои динамики соло они в идеале но нужно признаться скажу честно я соло тоже одну пару сжёг но я ее отправил и мне выслали новые то есть вот эти динамики которые стояли у меня в машине я два раза с ними выезжал на замер чувствуют они себя прекрасно я выставляю на продажу там по 8000 рублей за пару не заполнили гарантийные талоны коробка упаковка этикетки наклейка pride все все в комплекте динамики в идеале и на полной гарантии то есть кому надо можете написать я отправлю за ваш счет я надеюсь это видео было полезно поделись этим видео с друзьями подними палец вверх не забудьте подписаться на наш канал ну и как всегда двигайтесь с музыкой